всем привет вы на канале аудиофонд небольшое включение по электроника и мы находимся в рубрике ремонт и взялся я сейчас проводить ревизию м04 это моя м04 и все с ней хорошо здесь было проведено много работы здесь заменены практически все микросхемы заменены все конденсаторы отстроено питание и так далее и даже стоит новый стабилизатор но в процессе создания сэмпл пака для этого прибора когда я очень много работал с сэмплами я обратил внимание что на фоне помимо шума присутствует некий такой гул на частоте что-то там 60 100 герц то есть очень похожий на гул питания на тот момент я посчитал что скорее всего это связано как-то заменой стабилизатора чтобы что возможно где-то была ошибка либо что возможно стояли фильтрующие конденсаторы недостаточно емкости и вот сейчас в процессе разбирательств выяснились достаточно интересные моменты в общем что я сделал вскрыл прибор проверил конденсаторы все с ними нормально на всякий случай подкинул еще дополнительной емкостью то есть удвоил ничего не поменялось после этого я подкинул осциллограф на питание сделал большое достаточное увеличение и увидел вот такую картину надеюсь вам видно сейчас попытаюсь частоту переключить чтобы было чуть более понятно то здесь такие всплески есть небольшие вот думаю сейчас видно да видно такой срезанный синус верхняя часть обычно такие всплески присутствуют когда у нас когда у нас не полностью выпрямлено питание либо либо нагрузка превышает допустимую для диодного моста и у нас он на пределе на пике работает но в данном случае по всем комплектующим у нас там практически везде двойной запас в родном стабилизаторе выпрямителем у нас является вот такая всем известная диодная сборка кц 509 по моему называется она она на самом деле 1 ампер на я всегда считал что она мощнее я всегда считал что она мощнее но на самом деле она не такая уже мощная то есть она надежная конечно ни разу не вылетала у меня нигде но она всего лишь оказывается на один ампер почему я смотрел эти параметры я подозревал что диодный мост новый которые установил вот здесь там новодельный мост он кругленький такой он на 2 ампера то есть я подумал что может быть я ошибся и здесь например потребление больше но нет он получается у нас двойным запасом после этого я стал детально перебирать значит стабилизатор поиска какой-то ошибки но ошибки не было после этого я скинул питание если отключить питание прибора то на выходе стабилизатора все приходит в норму в этот момент было две теории то есть первое мы тянем со стабилизатора слишком уж много тока либо у нас что что соответственно обозначает то что у нас где-то по линии какое-то короткое замыкание либо и соответственно чрезмерное потребление либо опять же есть какая-то проблема в самом стабилизаторе но как я уже упоминал стабилизатор я до каждой детальки перепроверил все номиналы все режимы все соблюдено и все работает должным образом соответственно следующее что я сделал я подбросил внешнее питание и на внешнем питании данный дефект отсутствует то есть это меня в общем-то немножко в тупик завело потому что внешнее питание организовано ровно на таком же стабилизаторе как стоит здесь то есть получается ну такой момент то есть мы подключаем внешний блок питания просто рядом кладем и у нас прибор начинает работать нормально ровно те же условия вот тут уже можно было в принципе найти ответ но я еще все-таки где-то минут 20 копал немножко в другом направлении это другое направление которое ошибочное в общем то было я копал в сторону генератора потому что я помню с прежних ремонтов что генератор здесь достаточно такой странный он на нем есть преобразователь с 15 вольт в 3 и там есть резистор он достаточно греется я подумал что возможно где-то еще проблема на плате генератора потому что когда эту плату генератора снимаешь помехи становились в общем чуть меньше давайте я вам продемонстрирую то есть вот сейчас генератор стоит на плате сейчас я его сниму вот он в руках и как вы видите и как видите пульсации немножко ушли но они все равно есть возвращаю генератор на место и у нас повышаются пульсации но как вы понимаете это не являлось причиной хотя блок генератора я сейчас о нем расскажу отдельно и так что же являлось причиной то есть вот буквально шаг назад можно было уже догадаться до что при подключении внешнего блока питания все хорошо когда значит у нас какая-то проблема все-таки в узле питания ввиду того что сам стабилизатор я уже исключил из проблемных узлов потому что он полностью соответствует номиналом и его работа как бы правильная оставалось как бы немного у нас оставался трансформатор ну и соединение собственно в соединениях и крылась суть проблемы самое обидное в этом всем что вся проводка все жгуты и соединения родные то есть я на самом деле здесь только разъем припаял эти три провода от трансформатора шли к родному стабилизатору и я всего лишь добавил на них разъем вот а проблема крылась у нас вот в этом месте как вы видите здесь есть болт который крепит у нас шасси блока питания и под ним у нас есть вот этот замечательный проводок с клеммой и этот провод корпус судя по всему организует нас в приборе где-то какую-то земляную петлю потому что именно этот провод является причиной всех проблем этот провод это средний провод трансформатора то есть как бы корпус потому что дальше он выпрямляется везде корпус это корпус и средний отвод трансформатор и вот сейчас попробую вам показать то есть как вы видите на осциллографе вот здесь у нас там присутствует пульсации но стоит нам этот провод от корпуса отсоединить и у нас все замечательно работает вот он у меня в руке вот я его подсоединяю на корпус и появляется пульсации не хочу уникать почему так происходит ну скорее всего где-то земляная петля уже не первый раз мне попадаются такие забавные моменты в приборах с заводской скажем так разводкой жгутовкой когда у нас какая-то где-то земляная петля помимо вот этой проблемы в электронике 04 есть еще одна проблема кстати у нас проходит щелчок от гейта в сигнальную часть это же решить это просто никоим образом нельзя то есть там нужно разжгутовывать и как-то экранировать этот гейт опять же это целая история нужно искать где он там проект проходит некорректно и почему у нас щелчки эти проходят в тракт и вот теперь у нас все заработала штатно клемма которая шла на корпус трансформатора от средней точки почему так я не знаю просто с завода вот так я к сожалению не помню как было на других электрониках потому что ну прямо на таком увеличении на усиление я не смотрел сигналы и особо ты не слушался потому что но это гудение такое если работаешь с прибором на очень больших усилениях слышно когда например работаешь просто там через колонки вы в принципе вы не наверное не услышать но вот причина оказалась вот здесь ну и раз мы заговорили за генератор электроники м04 есть еще один вариант скажем так доработки данного прибора вот этот резистор очень греется и здесь где-то стабилитрон у нас стоит вот по моему он спаян вот таким хитрым способом который делает из 15 вольт у нас три вольта в общем благополучно эту часть можно выкинуть и заменить на какую-нибудь лэм опять же 316 и тем самым мы получим очень стабильное питание которое не будет уплывать и соответственно стабилизатор будет и соответственно генератор будет строить намного лучше то есть электроника не будет уплывать ну это очень полезно потому что это 3-х вольтовая линия как которая формируется здесь на генераторе она идет на все gp1 которые являются основой для октавных делителей и пока мы еще здесь пока прибор открыт давайте вспомним некоторые важные моменты которые также влияют на качество звучания данного прибора первое это вот эта крышка то есть как вы видите сюда я подвел провод здесь у меня зачищено потому что на этой крышке обязательно должен быть корпус потому что эта крышка является экраном если на ней не будет достаточного потенциала земли то вот эти платы фильтра и левой группы будут ловить наводки которые генерируются всеми манипуляторами и у нас очень явно будет слышен дефект под названием роги да то есть когда разные частоты в общем жужжат этот дефект какой-то уровень вернее его в любом случае в электронике присутствует да потому что уже много здесь шины рядышком идет и у нас на фоне при выведенных регуляторах громкости групп могут присутствовать некоторые такое небольшое жужжание но на фоне скажем так если здесь у нас не будет земли то этот дефект будет очень уже ярко проявлен второй момент на крышке у нас земли тоже может не быть прямо явно где-то нет провода который был бы прикручен поэтому ее обычно нужно добавлять возможно подразумевается что эта крышка берет потенциал через петли но но петли как правило за прошествием лет они окислившиеся либо ржавые поэтому желательно все таки на переднюю крышку потенциал тоже добавить чтобы была дополнительная защита этих плат с верхней стороны следующий момент связан у нас с работой духовых то есть блока который работает через фильтр по умолчанию завода электроника м04 так устроено что когда мы нажимаем кнопку струнный орган и переключаем электронику в режим органа то духовые у нас отключаются там просто разрывается цепь вот я здесь ставил модификацию чтобы у нас духовые работали в обоих режимах потому что я не вижу никакой проблемы в том чтобы при переключении режима хоруса потому что кнопка струнный орган по факту переключает скорость хоруса чтобы у нас пропадали духовые это очень как бы неудобно то есть иногда играешь партию ты хочешь просто поменять скорость хоруса и нажимая на кнопку соответственно у нас меняется скорость хоруса на медленную но при этом нас отваливаются духовые их нет с какой целью это было сделано непонятно потому что по схеме если посмотреть то сигнал после фильтра соответственно через этот переключатель идет уже на выход прибора она предпоследний там конечный операционный усилитель и никакой проблемы в том чтобы этот сигнал был всегда нет тракт по линии фильтра не шумит чтобы его как-то отрезать чтобы там снизить шум или еще что-то ну шумит у нас в основном как вы знаете хорус следующий важный момент касательно звучание м04 он касается конечно же хоруса помимо того что все три звена хоруса у нас должны быть рабочие соответственно они работать эти три блока могут по разным причинам от не пропая на самих платах от выхода из строя br1 либо каких-то элементов до контактных групп которые очень уже любят окисляться отходить и так далее то есть если у нас планка например рабочие то не факт что она будет звучать потому что можно примеры где-то теряться контакт который приходит от генератора сигнала касательно генератора сигнала у нас есть здесь две частоты одна частота 6 герц это быстрый хорус так называемый да то есть тот который нам нужен для генерации звука струн их и медленный хорус который здесь нужен для режима органа то есть там чисто 0 6 герц эти два генератора нужно обязательно настраивать если вы меняете какие-то элементы конденсатор и так далее потому что если их некорректно настроить то у нас вместо правильного синуса там может быть такая поломанная достаточно форма волны с искажениями и это будет очень отчетливо слышно в звуке поэтому нужно поставить осциллограф соответственно на нужные выводы посмотреть по схеме контрольные точки у нас обозначены и подстроить амплитуду здесь два резистора один точный другой грубый на каждую частоту вот далее на каждом из хорусов у нас есть три регулятора это два регулятора искажений которые перед бр-1 насколько я помню они регулировку производится и регулятор громкости регулятора громкости желательно максимум не выставлять а выставлять на какой-то приемлемый уровень потому что если его выставить на максимум то у нас будет усиливаться весь шум который у нас есть в приборе и звучать это будет не очень хорошо тут стоит учитывать что на выходе электроники м04 по заводу номинальный уровень выходного напряжения это 02 вольта то есть ни один вольт не 0502 то есть у него очень слабый выход понятно что там больше и когда мы нажимаем 2 3 4 клавиши у нас все-таки сигнал удваивается скажем так виду убиение частот и всего остального и устройство прибора но если играть по одной клавиши то у нас сигнал будет крайне крайне тихий скажем так его нужно все-таки усиливать через какой-то уже внешний хороший усилитель в принципе все основные проблемы по манипуляторам я уже описывал в предыдущем видео в прошлом видео достаточно подробно описаны все проблемы и методология выявления неисправности манипуляторов напомню что электроника страдает от проблемы соответственно контактов потому что все платы у нас установлены манипуляторы через разъемы и соответственно у нас и сами разъемы могут отходить и на плате материнской так и манипуляторов может возникать холодная пайка и это классическая болезнь этого прибора потому что данные платы появились на заводе волной соответственно они подвержены этому дефекту после каких-то физических вибраций данный дефект может возникать поэтому рекомендуется при профилактике этого аппарата пропаивать все подозрительные места и все разъемы конденсаторы и так далее то есть практически повторять заново всю работу по пайке на этом все с вами был канал аудиофонд небольшое включение по ремонту электроники м04 надеюсь информация из данного видео будет полезна тем кто не видел ссылку присоединяйтесь telegram ссылка закреплена в шапке канала до новых встреч